Потому что бикини на молодом теле смотрятся лучше, чем на теле 60-летней бабушки. Здесь четкий маркетинг-план. Сделан товарооборот, получи доход. Понятная идея? Мы 18 лет с Наташей в этом бизнесе. 18 лет. Единственная, позвольте я скажу эту правду, единственная причина, почему кто-то не растет по карьерной лестнице, заключается в одном. А что будет, если все займутся этим бизнесом? Я отвечу на этот вопрос в конце презентации. Хорошо? Знаете, вот помните, такой, ну, наверное, старшее поколение особенно знает, Андрей Миронов, актеры знаете? Помните такого? Вот Андрей Миронов говорил так. Он говорил, если вы мне скажете, что у актера есть 5 домашних заготовок, я скажу, что это бездарь. Если вы мне скажете, что у актера есть 50 домашних заготовок, я скажу, что это профессионал. Если вы мне скажете, что у актера есть 500 заготовок, поняли идею, то я скажу, что это талантливый актер, и я хочу посмотреть на игру этого актера. Можно это перенести на наш бизнес? Да. Да, то есть, да, само собой, пока ты новый партнер, тебе нужно взять, то есть за шаблон какой-то один вариант, да, презентация. Но по мере понимания этого бизнеса тебе нужно дополнять варианты и иметь разные варианты проведения презентации. Так ведь? Согласны с этим? Покажите мне на пальцах рук, ну вот примерно, кто сколько сейчас вариантов презентации имеет в своем арсенале? Вот примерно сколько вариантов? Примерно 10. 3, 1 пока, примерно 10, 3. Ну вот кто чувствует, что нужно пополнять, да, немножко свой, вот у кого появилось желание вообще пополнять свой ассортимент презентации? Понятно, да, идея? Нужно, согласитесь. Одно дело, да, ты будешь проводить презентацию мужчине или женщине. Будет разница немножко? Будет чуть-чуть. Скажите, есть люди, которые любят цифры? Будет презентация немножко другая, так это получается. А есть люди, которые вообще не понимают цифры? Вот, кстати, есть среди вас те, кто могут честно сказать, ну не люблю я цифры, ну не нравятся они мне. Это люди, которые обычно мыслят чем? Образами, да, какими-то, то есть вот картинками. Поэтому если его загрузить цифрами, то может, ну, у человека голова просто спухнуть. Поняли, да, идея? Вот я вам сейчас быстро покажу свою презентацию, то есть короткую, легкую. Смотрите, ребята, есть пять областей жизни, которые волнуют любого нормального человека в той или иной степени. Вот эти пять областей жизни, я сейчас даже вот так вот рисую их, вот в виде пирога. Раз, два, три, четыре, пять. Первая область жизни, которая волнует любого нормального человека, это все, что связано с деньгами. Скажите, деньги важны в область жизни? Вот кому нужны деньги? Кто может честно сказать? Деньги. Знаете, есть такая, да, есть такой анекдот. Мне было 20 лет, и я мечтала там, то есть там о счастье, о хорошей семье и так далее. Мне там 30 лет, да, то есть я там мечтал о том, чтобы, ну, все были там здоровы, весь мир был счастлив. Когда мне исполнилось 40 лет, я тупо поняла, что мне нужны деньги. Понимаете, в чем дело? Мы живем в материальном мире, ребят. Вот хотим мы, не хотим, все упирается во что? В деньги. Когда мне говорят, вот, я 18 лет привожу этот пример, когда мне говорят, что не в деньгах счастье, я говорю, знаете что? Отдайте мне их. Да. Зарплату получите, выйдите на улицу, раздайте их. Ну, не в деньгах же счастье. Чего же вы на работу-то ходите, в 6 утра встаете, бежите на работу. Ну, не в деньгах же счастье. На самом деле, вот, мне нравится одно определение слова деньги. Деньги – это отчеканенная свобода. Согласны с этим? Вот скажите, пожалуйста, какую, вот, для какой свободы вам нужны деньги? Например, я дам подсказку. Кто бы хотел свободно гулять по магазинам, несмотря на ценники? Вот честно. Хотели бы элементарно в продуктовый магазин заходить, не смотреть на ценники? Есть такие, кто хотел бы? Вот взять тележку и не смотреть, сколько этот килограмм стоит. Здесь дороже, пойду-ка я в другое место зайду. Я про себя рассказываю, я не про вас рассказываю. Я рассказываю про себя, про Эдуарда Васильева много-много лет назад. Вот я такой был. Потому что мне приходилось, я знал, сколько стоит хлеб, я знал, сколько стоит молоко, я знал, сколько стоит колбаса. Почему? Потому что мне приходилось все это анализировать. Понятная идея? То есть деньги, что это такое еще? Скажите, обучение ребенка – это деньги? Да. Вот если бы вопрос стоял вообще, вот у вас неограниченное количество денег, скажите, в какой бы садик ходил ваш ребенок? Самый крутой. Если бы вопрос стоял не в деньгах, в какую бы школу ходил ваш ребенок? Какие бы кружки он посещал? Понимаете, в чем дело? Я знаю, что многие не могут дать детям возможность ходить в нормальные кружки, потому что это денег стоит. Хоккей стоит денег? Стоит. А если ребенок начнет на соревнования ездить, вы думаете, что кто-то будет возить его? За чей счет? За твой счет. И у многих, увы, дети не занимаются тем видом спорта или чем-то. Почему? Потому что родители не могут это позволить. Больные танцы, если ваша девочка захочет заняться, стоят денег? Платье сколько стоит? Платье сколько стоит? Вчера пошли, первое занятие уже тысяч на 8 накупил. Вот, видите, да? То есть получают, все это стоит денег. Понимаете, да, в чем дело? И тут можно сколько угодно говорить. Так ведь получается. Скажите, профилактория вашим родителям, либо если вы старшее поколение, это что, это блажь или необходимость? О здоровье надо думать тогда, когда оно есть. Понимаете, в чем дело? Есть другая область жизни, которая также волнует любого нормального человека. Давайте я его здесь напишу. Зе, здоровье. Вот как раз мы заговорили сейчас об этом. Кто считает, что это тоже важная область жизни? Вот опять же я повторюсь, о деньгах и о здоровье надо когда думать? Когда они есть, а не тогда, когда они исчезли. Понимаете, да, в чем дело? Ну вот я не знаю, как вы, но я о деньгах и о здоровье раньше думал только, когда их, ну, когда оно исчезало. Понятно, да, идея? По поводу здоровья, тут тоже очень интересная тема, мы, ну, чуть позже ее кратко затронем. Есть еще одна область жизни, это семья-дети. С напишу, семья-дети. Кто считает, что это тоже важная область жизни? Да? Хотите, чтобы ваши дети были успешны? У кого есть дети? У кого будут? Хотите, чтобы дети были успешны? Как сделать так, чтобы они были успешны? Вложить их. Сейчас я вам объясню. Не вложить в них. Самая главная, первая причина. Освободите в локтевом суставе руку. Вот так вот. Делайте только те, кто не делали это упражнение. Хорошо? Сейчас вам надо будет повторить за мной то, что я вам скажу. Хорошо? Вот так освободили руку? Еще раз внимательно слушайте задание. Вам надо будет сделать то, что я вам скажу. Задание все поняли? Кивните, если поняли. Поняли. Сделать то, что я вам скажу. Хорошо? Покажите, пожалуйста, мне указательный палец. Угу. Указательный, если что, это вот этот. Да, ведь? Да. Я три раза, не все, да? Да, не все, многие сделали правильно. Но кто-то почему-то... Я сколько раз повторил? Я три-четыре раза вам повторил. Сделать за мной то, что я вам скажу. Скажу. Но многие что сделали? Показали то, что я вам показал. Запомните. Люди редко делают то, что слышат. Люди чаще всего делают то, что видят. Ну-ка еще раз поднимите руки. Кто хочет, чтобы дети были успешными? Так вопрос. Как сделать так, чтобы ваши дети были успешными? Чтобы я был самим. Самим быть успешными в этом материальном мире. Понятная идея? А не учить их тому успеху, который был актуален 10, 15, 20 лет назад. Скажите, пожалуйста, вопрос сейчас. Как вы считаете? Учись хорошо, найди хорошую работу. Это путь к успеху? Не всегда. Ребят, не всегда. Можно я скажу честно? Это путь в пропасть. Если вы ребенку будете говорить это, вы своими устами его направляете в пропасть неудачи. Потому что хорошая работа, вот это вот, учись хорошо, найди хорошую работу, это не работает сейчас. Потому что пока ребенок 5 лет учится, понимаете, в чем дело? Это уже не работает. То, чему его учили. Учиться надо. И сейчас вообще образовательная система меняется, понимаете? Но учиться сейчас нужно не 5 лет, а сколько? Всю жизнь. Всю жизнь. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети были успешны, вы должны учиться и переучиваться, и показывать ему, что вы читаете литературу об успехе, что вы изучаете какие-то новые навыки, осваиваете. Кто из вас согласен с этим? Вот так нужно. Понятная идея? А не говорить ребенку, что иди, получи диплом. Ну, поняли идея? Я не против дипломов. Я хочу еще раз, чтобы вы услышали. Я против того, чтобы учить старым правилам. Старые правила уже не работают. Уловили идея? То, чему мы с вами сейчас учимся, оно через год уже будет вообще давно не актуально. Так? Поэтому, семья, дети, ребят, это очень важный область жизни. И мы обязаны быть успешными. Улавливаете идею? Я без всякого хвостовства вам могу сказать. Вот мне нравится то, что я могу сыну сейчас показать, что такое успех в этой реальности. Потому что я утром встаю, иду на тренировку, а не на работу. Сегодняшний день мой, описываю вам. Потом иду на массаж. Потом еду обедать. Потом еду, ну, пообеду тоже я могу сказать, обед правильного, ПП, да? Но это стоит что? Денег. Да, опять же. Потом еду в офис. Делаю бизнес. Улавливаете идею? Я понимаю, сейчас, если кто-то смотрит эту видеозапись, вы работаете по нам и скажете, ага, понтуешься тут, еще что-то, а я хожу на работу сейчас. Да, сейчас ты пока ходишь на работу. Но вопрос, ты хочешь всю жизнь ходить на работу? Либо ты хочешь сейчас освоить новые технологии, новые умения? Давайте поговорим об этом, хорошо? И, кстати, досмотрите видео до конца, потому что в конце я дам ответ на вопрос, который очень часто начал получать. А что будет, если все займутся этим бизнесом? Я отвечу на этот вопрос в конце презентации. Хорошо? Еще есть одна область жизни, которая волнует любого нормального человека. Это признание. Признание. В общем, признание мы не используем, конечно, в таком слове, но в обиходе такое слово. Каким словом его можно заменить? Внимание, уважение, забота. Важная область жизни? Большинство людей, увы, это недополучают. Скажите, вас на работе больше ругают или хвалят? Ругают. Я не знаю, как у вас, но я когда в Газпоруме работал, меня хвалили только на 23 февраля. Ну, поняли, да? И перед Новым годом там еще улыбались, что-нибудь там, подарок какой-нибудь дарили. Понятная идея? То есть большинство людей недополучают этого признания. Мы поговорим сегодня о том, где можно получать признание. Есть еще одна область жизни. Это наличие свободного времени. Время. Что большинство людей говорят? Нет времени. Нет времени. А почему нет времени? А потому что время меняется на деньги. Так ведь получается? Потому что надо в 6 утра встать, быстрее всех собрать, разогнать по школам, по садикам еще куда-то, самой побежать быстрее куда? На работу. Вечер в магазины, всех собрать, наготовить, наварить, там еще что-то. Потому что время меняется на деньги. Вот мы сегодня с вами поговорим о том, как сейчас сделать так, чтобы вот это все у тебя нормализовалось. Скажите, пожалуйста, это интересно вам? Поговорим на эту тему. Как сделать так, чтобы с деньгами стало нормально? Как сделать так, чтобы со здоровьем стало нормально? Как сделать так, чтобы в семье стало все нормально? Как сделать так, чтобы признание получать? Как сделать так, чтобы и время появилось? Поговорим? Мы развиваем бизнес. Я периодически буду использовать местоимение «мы», Не потому что мы, царь Эдуард Васильев, а потому что мы бизнес развиваем вместе с моей супругой, с Натальей. Я не могу себя разделять от нее. Иногда я говорю «я», но частенько буду говорить «мы». Хорошо? Понимаете, почему это вырывается? Вот мы с Наташей пришли в этот бизнес по двум основным причинам. Первая причина – это были деньги. Вторая причина – запасной аэродром. Но я в «Газпроме» работал, я наивно полагал, но наивно полагал, что «Газпром» – это вот все. Мне казалось, что я поймал, ну как бы сказать, «жарптицу» за хвост называется, да? Но когда я оказался внутри этого «Газпрома», я понял, что, как бы это сказать-то правильно, что в «Газпроме», наверное, только там верхушка хорошо живет, остальные тоже не есть хорошо. И когда на моих глазах замгенерального подставил шефа, генерального сняли, новый генеральный что начал делать, подскажите мне? Новую команду создавать. Я видел, как людей с 20-30-летним стажем подставляли и увольняли. Кстати, забегая вперед, скажу, что главный экономист «Газпрома», того предприятия, где я работал, впоследствии стала одним из структурных директоров нашей команды. И она с всей презентации начинала очень просто. Татьяна Шабанова ее звали, она с Комсомольского района в Чувашии. И Таня Шабанова всей презентацией начинала одной фразой. Она говорила, я пришла в этот бизнес тоже по двум причинам – деньги и запасной аэродром. Она говорит, скажите, у кого есть лишние деньги? Не у кого? Если есть, положите на стол. Если нет, я вам расскажу, как заработать деньги, чтобы было чуть-чуть лишних. Она говорит, вторая причина, почему я сюда пришел. Я, говорит, прекрасно понимаю, если генерального снимут, меня как главного экономиста и главного бухгалтера и главного инженера вслед за ним. И она девочкам в своем отделе всегда говорила, девочки, если меня уберут, главного экономиста, на мое место придет новый. И вас тоже уберут, потому что главному экономисту нужно будет создать свою команду. Потому что есть свои друзья, подруги и так далее, и так далее. Идея понятна? Итак, как мы развиваем этот бизнес? Что мы здесь делаем? Я вам сейчас это покажу. Хорошо? Вообще в Reflame есть разные направления развития. Первое направление, всего основных направлений три. Первое направление, это мы называем быть умным покупателем. Умный покупатель. Что означает быть умным покупателем? Кто помнит эпоху, время, когда был дефицит? Колбаса по талонам. Саша, ты можешь себе представить вот это время, когда колбаса была только одного вида, докторская? Согласитесь, нынешнее поколение молодому, да, это вообще невозможно представить. Да ладно бы колбаса, ее еще и нет. Еще очередь, и тебе дают талоны, да, и ты должен выстоять в этой очереди много-много времени, чтобы потом получить, ну, эту колбасу. Это сложно представить. Вот было такое время. Сейчас, сейчас, вот раньше мы покупали все подряд. Сейчас мы выбираем. Называют эпоху выбирателей. Скажите, вот кто уже выбирает покупая? Вот это не хочу, куплю это. Отдай-ка посмотрю отзывы. Кому знакомо такое? Покупатель становится каким? Умным. Понимаете, в чем дело? Что значит быть умным покупателем? Быть умным покупателем, это означает, мы хотим покупать качественно, но еще и не по завышенной цене. Так ведь? Потому что очень многие люди уже не хотят переплачивать. Они хотят купить хорошее, но по разумной стоимости. Так ведь? Вот зарегистрировавшись в компанию Reflame, ты становишься льготным покупателем. Мы называем это умным покупателем. Потому что, во-первых, ты имеешь теперь доступ к оптовым ценам. Оптовые цены, пометьте себе, да? Оптовая стоимость продукта. Дальше. Ты участвуешь во всех программах, подарочные программы. То есть ты получаешь подарки, ты получаешь какие-то акционные там бонусы. Ну и так далее, так далее, так далее. Плюс, помимо этого, Reflame и наши партнеры, наши команды делают все для того, чтобы проводить много обучения для тех, кто выбрал путь покупателя. То есть для того, чтобы, например, курсы по wellness, по продуктам здорового питания, проходили какие-то обучения по wellness? Кто проходил из вас? То есть кто нет, я вам рекомендую войти в чаты, потому что есть обучающие вебинары, есть обучающие курсы даже у нас по wellness, по продуктам здорового питания. Есть обучение, например, по уходу за лицом, пятиэтапный уход, фейсбилдинги и так далее, так далее. Кто проходил или кто слышал об этом, что это есть, да? Для чего это делается? Опять же, мы хотим, чтобы наши, то есть зарегистрированные покупатели не просто покупали, а еще и понимали, что они покупают и как наиболее эффективно этим пользоваться. Идея понятна? Следующий момент. Я все-таки, ну, как мужчина, люблю считать, может быть, да? Ну вот, смотрите, мы имеем базовую скидку в компании Reflame 20%. Скажите, пожалуйста, вы сами для себя продукции на сколько в месяц покупаете, вот, по уходу, там, за лицом, ну, вот, из ассортимента Reflame кто покупает? На сколько примерно? Около трех тысяч. Ну, давайте, три тысячи возьму. Кто-то меньше, кто-то больше, три тысячи возьму. То есть, если покупать по каталогу на три тысячи, да, это будет три тысячи. А если ты зарегистрированный партнер, ты как минимум, как минимум, хочу подчеркнуть, экономишь 20%. Сколько это будет? Ну, ты плачешь 24, 600 рублей. 600 рублей в рамках, да, то есть трех недель, ну, это как-то незаметно. А если умножить на 17 каталогов, то это получается больше 10 тысяч. Скажите, приятно за год сэкономить больше 10 тысяч? Вот кому приятно? Мелочь, а приятно. А за 10 лет? Ну, это накапывает 100 тысяч экономии. Понимаете, да, в чем дело? Так что, вот здесь, будучи умным покупателем, ты еще и к тому же хорошо экономишь. Правильно? Итак, второе направление, которое дает компания Reflame, это быть мастером продаж. Мастер продаж. Есть люди, которые умеют и любят продавать. Скажите, есть среди вас такие люди, кто умеет и любит продавать? Я очень уважаю таких людей, я восхищаюсь такими людьми, потому что по природе, говорят, примерно 5%. Остальные, если хотят этому научиться, им нужно осваивать этот навык. Вот я хочу освоить этот навык. Навык уметь продавать. Почему? Потому что Reflame дает возможность более 50%, я округлю в меньшую сторону, зарабатывать с личных продаж. Ну, например, давайте возьмем. Если вы продали на 300 тысяч рублей сами лично, с этого вы получите сколько? Примерно 150 тысяч рублей, это будет ваш доход с личных продаж. Понимаете, в чем дело? Что такое 300 тысяч рублей продать, если мы берем, ну, например, месяц один? Это в день продавать на сколько? На 10 тысяч рублей в день. 10 тысяч рублей в день и за месяц иметь заработок какой? 150 тысяч. Вы сами лично продали на 300 тысяч, с этого вы заработали примерно 150 тысяч рублей. Заметьте, не нравится слово продавать, используйте другое слово. Вы сделали профессиональные консультации или вы порекомендовали, да? Скажите, вот для того, чтобы освоить этот навык, надо знать продукт? Да. Надо знать продукт. Да, у нас есть специальный канал, он так и называется, мастер продаж. Поэтому, если вы захотите научиться этому, а я хочу научиться продавать на 1 миллион. На 1 миллион рублей. 1 на 1 миллион. Я еще объясню вам, почему хочу этому научиться и где я вижу в этом перспективы. Онлайн очень сильно развивается. Потому что я могу взять телефон, показать по телефону, как я пользуюсь каким-то продуктом, он мне помогает, понимаете, в чем дело? И мне могут онлайн сделать заказы. Срабатывают сейчас такие технологии? Кто верит в то, что через год, через два, через три эти технологии будут еще более универсальными, более технологичными? Потому что технологии-то идут вперед. Понимаете, в чем дело? Арифлейм вообще ставит перед собой задачу, чтобы через некоторое время наши клиенты, сделав заказ у нас, ну через нас, по нашей рекомендации, рекомендацию можно сделать хоть вживую, хоть онлайн. Они делают заказ по вашему коду, ну вашему номеру покупателя, зарегистрированного, то есть партнера. Вам идет прибыль, вам идет прибыль, а он получает заказ. Понятная идея? И скажите, можно будет такими технологиями на миллион продавать? Легко. Но это будет легко только у тех, кто сейчас начнет в этом направлении обучаться, развиваться. Понятная идея? Еще раз говорю, я не призываю всех сюда. Но кому это интересно, а мне это интересно. Добро пожаловать сюда. Понятная идея? Можно быть умным покупателем просто. Можно быть умным покупателем плюс мастером продаж. А можно еще выбрать третье направление. Это называется направление быть бизнес-организатором. Бизнес-организатор. В чем идея быть бизнес-организатором? Идея великолепная, идея классная. Компания говорит, вот эти 300 тысяч не обязательно делать одному. Ты можешь вот этот товарооборот в 300 тысяч сделать с командой. Ты можешь пригласить других людей. 300 тысяч. Но тогда, говорит компания, давай договоримся. Вот эти 50 процентов мы не тебе одному отдадим, а мы разделим между тобой и партнерами твоей команды. Ты от этих 50 процентов получишь примерно 10 процентов. Сколько это будет? 30 тысяч. А оставшиеся 120 тысяч кто получит? Все остальные. Оставшиеся 120 тысяч получат партнеры твоей команды. Скажите, справедливо? Да. Компания говорит, у тебя есть два варианта сделать 300 тысяч. Можешь сделать один, одна. И тогда ты одна получишь сколько? 50 процентов, 150 тысяч. Либо ты строишь команду. Как построить такую команду? Мы обучаем. Сейчас я не буду загружать вам мозг этим. Хорошо? И тогда мы тебе выплатим с этого примерно 10 процентов. Это сколько будет? 30 тысяч. А оставшиеся 120 тысяч получают партнеры твоей команды. Кому нравится такая идея? И тоже. Да? Тоже нравится идея. Видите? Вот тут есть разные вариации развития бизнеса. Поняли, да, идея? Еще раз повторюсь. Можно просто быть покупателем умным. Это тоже хорошо. Еще раз повторюсь. Можно быть умным покупателем плюс мастером продаж. Да? То есть получается. Можно быть бизнес-организатором и умным покупателем. Ну, поняли идея? Вариаций огромное количество. Ну, я максималист по жизни, поэтому я взял все три возможности. Понятно, да, идея? Так что вам решать уже самим. То есть, какие возможности вы, какими возможностями вы воспользуетесь. Но я сейчас хочу поподробнее вот об этом поговорить. Поговорим поподробнее немножко? Итак, смотрите. Бизнес-организатор. Я вам показал принцип, да? То есть, если ты организовал с командой товарооборот на 1 миллион, ты сколько получишь? Сколько? Сколько? 10%. С миллиона примерно 100 тысяч. Поняли, да, идея? На всю команду выплатят 50% примерно. От миллиона 50% это сколько будет? 500 тысяч. 500 тысяч выплатят вам. 500 тысяч останутся компании. Поняли, да, идея? И эти 500 тысяч как разделят? 100 тысяч получили вы, а 400 тысяч кто получил? Команда. Команда. Справедливо? Да. Конечно. Знаете, что мне нравится в компании Reflame? Здесь никто не будет смотреть на длину ваших ног, на то, какая у вас фамилия, какие у вас связи, отношения с руководством, какие у вас есть дипломы, где вы живете, в деревне или в городе, в Москве, либо в селе. Понятная идея? Здесь четкий маркетинг план. Сделан товарооборот, получи доход. Понятная идея? Кому нравится такая идея? Вот мне это очень нравится. Потому что я, когда еще раз ссылку делаю на свою наймовую работу, я очень часто видел, что премии выплачиваются не за заслуги. И премии выплачиваются за наличие хороших связей с руководством, за некую лояльность, ну и так далее, так далее. Понятно, да, идея? Теперь, как мы сказали, поговорим про бизнес-организаторов. Я сейчас переверну листочек. Смотрите, вот тут самое интересное начинается. Когда вы с командой сделали товарооборот 300 тысяч, вы получаете статус, теперь ваш выход, который называется старший менеджер. Совершенно верно. Это статус компании Reflame, который называется старший менеджер. Это статус такой. Вы получаете доход примерно 30 тысяч. Вы получаете приглашение на особые тренинги от компании. То есть компания проводит очень серьезное обучение. Дальше. Когда вы вот этот результат подтвердили в 8 периодов, что такое период? У нас каждые 3 недели меняется каталог. То есть и таких периодов трехнедельных у нас в году 17. Поэтому выплаты, доходы мы получаем не 12 раз, а 17 раз в год. Понятно, да, идея? И вот компания говорит, если вы вот этот уровень подтвердили в 8 периодов любых в течение года, может быть подряд, может быть не подряд, но в течение 17 периодов, в 8 периодах вы сделали этот результат. Скажите, 8 раз это уже случайный результат или это уже закономерность? Да, в год. Один раз можно сделать случайно. Кто согласен с этим? А 8 раз случайно получится? 8 раз нам вряд ли уже, правильно? Так вот, когда вы сделали вот этот товарооборот 8 периодов, то есть товарооборот 300 тысяч, 8 периодов, вы получаете статус, который называется директор. Какие привилегии получает директор? Давайте разберем этот момент. Во-первых, директор получает годовой доход порядка 500 тысяч рублей. Это годовой доход. Скажите, кому нравится доход от 500 тысяч в год? Для начала. Да? Вы можете соотнести со своей зарплатой там, где вы работаете. Скажите, 500 тысяч. У кого это уже будет даже больше, чем на наймовой работе? Есть такие среди вас? О-о-о! Достаточно количество людей. А у кого примерно так же на наймовой работе? Примерно так же. Так, а у кого намного больше на наймовой, чем 500 тысяч? А кто воздержался так что-то это? А, остальные предприниматели, поэтому не поднимают руки. Все, понял. Итак, дальше идем. Директор получает, директор получает, ребят, обратите внимание, единовременный бонус 100 тысяч рублей. Это разовый единовременный бонус за достижение этого звания. Директор получает очень интересную штуку еще одну. Приглашение на два лица на банкет директоров. Два лица на банкет директоров. Кстати, вот здесь в верхнем углу будет ссылочка на видео одного из банкетов директоров. Обязательно посмотрите. Вот тут, вот тут, я называю вот этот путь до директора, это путь ученика. Понятно, да, идея? Вот путь до директора, это путь ученика, потому что ты осваиваешь новые навыки, ты осваиваешь новые технологии. Понятно, да, идея? Вот ты стал директором. Теперь вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, ты стал, стала директором. Скажите, вы можете теперь этому обучить других людей? Да. Вы будете учить теории или практики? Практики. Практики, потому что вы этот путь прошли сами. И вот тут, вот бизнес-то самый серьезный начинается как раз вот после этого. Почему? Потому что, когда в вашей команде появился один директор, один, вот в вашей команде появился один директор, вот вы и еще один директор, вы в этом случае получаете статус, который называется старший директор. Старший директор. Старший директор, ну-ка подсказывайте мне, что получает? Единовременную премию 150 тысяч. Доход старшего директора сколько составляет? От 650 тысяч. Я годовой буду доход называть. Хорошо? От 650 тысяч годовой доход. Дальше идем. Также банкет директоров. И участие в особых мероприятиях только для директорского состава. Теперь я хочу обратить внимание вот на что. Скажите пожалуйста, станете ли вы старшим директором, если у вас не появится директор в команде? Вот сейчас я хочу, чтобы вы максимально сконцентрировались на словах, которые я дальше скажу вам. Мы 18 лет с Наташей в этом бизнесе. 18 лет. Нет. Единственная, позвольте я скажу эту правду. Единственная причина, почему кто-то не растет по карьерной лестнице, заключается в одном. Они думают в первую очередь про свой результат. А надо думать про результат своих партнеров. Ребята, услышьте меня пожалуйста сейчас. Говорить, что я думаю о результате, это одно, а на самом деле думать и делать все для роста твоих людей, это другое. Кто согласен с этим? Запомните, не растут в этом бизнесе только по одной простой причине. Потому что люди на самом деле не понимают, нет, слышали об этом, но не понимают этого смысла. Когда мы поняли с Наташей смысл этого бизнеса, вот мы в самом деле несколько ночей спокойно уснуть не могли. Я хочу, чтобы вы сегодня все-таки плохо чуть-чуть спали. Чтобы у вас жетон упал. Помоги одному человеку стать кем? Сделай так, чтобы он получил 100 тысяч. Сделай так, чтобы он на банкет поехал. Ты даже если не захочешь, тебе насильно заплатят 150 тысяч. Я понятно вам объясняю? Я сейчас еще более понятнее объясню. Люди, у которых не получилось в Арифлэйм, если вы послушаете их риторику, риторика, все понимают, о чем они говорят? Они все говорят, что я не росла. И никто из них не говорит, что я не смогла вырастить. Вы слышали хоть раз, чтобы кто-то сказал, я была в Арифлэйм, но я не смогла вырастить директоров? Нет. Что они говорят? Я была в Арифлэйм, и я не смогла. И вот в этом их ответ неудачи. Они думали про чей рост? Про свой. А надо делать, чтобы росли твои люди. Я понятно вам объясняю? Вот этот бизнес, ребят, он для нашей нации. Для тех, особенно, кто живет в странах СНГ. Сказать почему? Он для простых людей. Вот для простых самых-самых. Вы поймете сейчас почему. К вам приехали гости. Много гостей. Спать не для всех мест хватает. Скажите мне, кто будет спать на кроватях, на диванах, а кто на полу? Гости на кровати. А вы где? На полу. У вас заложен принцип этот вас. Вот этот принцип надо переложить. Улавливаете идею? Если вы вот этот принцип перенесете на этот бизнес, то у вас будет успех. Все лучшее на стол выложите? Или нет? Вы понимаете? Вы созданы для этого бизнеса. Но просто единственное, вы, наверное, этот принцип не перекладываете на бизнес. А вот в бизнесе надо так сделать. Все лучшее для кого? Для своих людей, для партнеров. Ты должен работать не на свой результат, ты должен работать на результат своих партнеров. Ребята, кому нравится такая идея бизнеса? Мне нравится. Мы поэтому растем, ребят. Мы поэтому растем. Потому что мы делаем все для того, чтобы... Потому что у меня голова болит не как мне сделать новое звание. У меня голова болит. Как услышать вот этого человека, понять? И как помочь ему вырасти? Услышали идею? Услышьте, пожалуйста, меня. Когда ты помог еще одному человеку, плюс один, то есть в сумме сколько стало? Два директора. Два директора. Чтобы вам наглядно это было, вот покажу. Я это вы. И вот у вас два директора. Видите? Один директор и второй директор. Поняли идея? В этом случае вы получаете статус, который называется золотой директор. Золотой директор. Золотой директор. Что он получает? Давайте разберем. Единовременная премия сколько? 200 тысяч. Дальше. Доход золотого директора? Примерно около 1 миллиона рублей годовой. Хорошо. Что еще золотой директор получает? Приглашение на два лица на банке директоров. Что еще золотой директор получает? Приглашение на международную золотую конференцию. Да? Международная золотая конференция. Кстати, друзья, я вам очень рекомендую посмотреть вот здесь видео про золотую конференцию. Что такое, чтобы вы понимали. Золотая конференция это когда визу делает компания Reflame тебе, авиабилеты оплачивает компания Reflame, отели питания оплачивает компания Reflame. У тебя недельный отпуск за счет компании Reflame. Вот мы сейчас вернулись с такого отпуска с Пальма до Майорка. Вот знаете, когда я слышу фразу, ну можно и без Reflame ездить. Я говорю, ну и где вы побывали, расскажите-ка мне без Reflame. Вот я честно могу вам сказать, если бы не Reflame, я бы кроме Турции и Египта, наверное, ничего бы в жизни не увидел. Вот кто может честно тоже сказать, что вот это был бы максимальный потолок, какой только возможен. Понимаете, в чем дело? Есть, да, или деревня, ребят, понятная идея. Или вон Волга, да, то есть, и потом, то есть, задолбать всех фотографиями, да, то есть, с речки Вонючки. Ну, поняли идею? Вот благодаря Reflame вы увидите такие страны, как Испания, Италия, Франция. Знаете, в чем дело? Это очень дорогая путевка. Путевка на одного человека, ну, чтобы вы понимали, сейчас это примерно от 160 до 180 тысяч на одного. Я, когда первый раз съездили мы и узнал, сколько это стоит, у меня, знаете, какая первая мысль была? Лучше бы отдали деньгами. Ну, у меня была такая мысль. Но потом я понял, почему, и правильно, что компания отдает деньгами. Знаете, почему? Потому что если бы мне дали эти 180 тысяч деньгами, я бы поехал бы отдыхать по минимальной стоимости, а вот эти поездки, после этих поездок, ты понимаешь, что ты человек и буква Ч за главное. Потому что ты получаешь сервис тот, который достоин получать человек. Мне нравится, как говорит моя супруга Наталья. Скажите, вот все, что хорошее, что создано на земле людьми, для кого создано? А если ты говоришь, что это не для меня, у меня вопрос. Грубо, может быть, скажу, а ты что, нелюдь, что ли? Ведь все хорошее, что создано на земле людьми, создано для кого? Для людей. Значит, для кого? Пятизвездочные отели, для кого? Лучшие курорты, для кого? Дорогие одежды, для кого? Понимаете, в чем дело? И вот Арифлэйм дает такую возможность. Помимо этого, друзья, сейчас компания Арифлэйм еще запустила автопрограмму. Автопрограмма компании Арифлэйм тоже, я рекомендую посмотреть видео об этом, про автопрограмму. У нас огромное количество партнеров ездит на автомобилях от компании Арифлэйм. Кстати, этих автопрограмм 4. Сейчас мы чуть позже пробежимся по всем 4 автопрограммам. И 4 вида международных конференций есть у компании Арифлэйм. Вы можете 4 раза в год за счет компании ездить в течение года в разные страны мира. Поехали дальше. Кому нравится уже вот такая картинка? Когда вы к этим двум прибавили еще одного директора, это 3 директора, 3 директорские команды. То есть получается, я это вы, и у вас 3 директорские команды. Вы получаете статус, который называется старший золотой директор. Старший золотой директор. Чек на какую сумму? 300 тысяч рублей. Годовой доход у вас сколько? Помогайте мне. Ну не полторы там, миллион где-то 250 тысяч. 250, миллион 300, где-то так вот. Два лица, банкет директоров. Помню, да, об этом? Что дальше? Конференция от компании Reflame. Когда к этим трем вы прибавляете сколько еще? Еще одного. Сколько у вас? Четыре директора. Это я хочу еще раз отметить. Вам надо думать не про свой старший золотое звание, а про что? Как помочь трем людям стать директорами. Может быть, что эти три человека все разные? Да. Один из них я, ну например, Эдуард Васильев, второй директор, какая-то мама в декрете, а третий директор, пенсионерка. И вы что хотите сказать? Со всеми тремя надо одинаково работать? Вы поняли идею? Вы поняли, почему я против шаблонной работы? Свой подход каждому. Каждому будет свой подход немножко. Улавливайте идею. Я люблю цифры. А если вы мне будете тут мозг выносить, как на вечное лицо наносить, то вопрос, кто будет неразумным? Понятная идея эта? Так же поэтому, вот это классная идея. Помогай людям становиться директорами. Это вот прям надо девизом своим сделать. Я помогаю становиться директорами. А мне там что-то еще за это платят. И так при том не слабенько. Понятная идея? Четыре директора. Что вы получаете? Звание. Сапфировый директор. Чеки. Доходы. Какой? Четыреста тысяч. Годовой доход. Миллион шестьсот пятьдесят тысяч примерно. Банкет. Есть? Четыреста тысяча. Нет. Пока на два, а так же все нормально. Конференции. Вот тут самый интересный начинается. Я упустил момент. С уровня старшей золотой и сапфировой у вас путевка на золотые уже на два лица. Конференции на два лица. И здесь конференции на два лица. Полностью бесплатно. То есть получается, если путевка стоит сто восемьдесят тысяч, вы получите отдых за триста шестьдесят тысяч. Круто? Даже не снилось. Понимаете, да, в чем дело? Дальше идем. Когда к этим четырем директорам вы прибавляете сколько? Два директора. Вот тут два. Всего сколько? Шесть директоров. Вы получаете статус, который называется бриллиантовый директор. Статус бриллиантовый директор. Звучит как? Ну, уже и достойно звучит, да? То есть получается. Бриллиантовый директор. Чек на какую сумму получает? Шестьсот тысяч. Чек на шестьсот тысяч. Годовой доход. От двух с половиной миллионов и более. Ну, в среднем где-то порядка трех миллионов. Ну, вот можете спросить Сергея и Марина Васильевых. У них по итогам первого года, когда они стали бриллиантовыми, у них акт, по-моему, был на три миллиона сто тысяч. Они тогда еще в селе Красноармейском жили. Представляете, ребята? Когда у них в Сбербанке перечисляли деньги каждые три недели, местный глава Сбербанка филиала, он пригласил Марину Сережи, и он говорит, слушайте, а за что вам такие деньги платят? Он говорит, жену устройте мою к вам. Ну, представляете? Директор филиала Сбербанка. Хотя на первом этапе, вот понимаете, не все могут принять вас, но потом, глядя на ваши результаты, те, кто вам вначале отказали, они придут. Понятная идея? Дальше идем. Что получает еще бриллиантовый директор? Приглашение на банкет директоров. Получает, но уже вип-статуса. Это отдельный вход, это отдельная вип-зона, это отдельные столы. Но там очень интересно, когда вы в первый раз бриллианты сделали, приглашение вы получаете на банкет не на два лица, на четыре. Прикольно? Можно будет с собой еще кого-то из партнера взять. Понятная идея? Сразу вип-зону им показать. Классно? Банкет директоров на четыре лица. Дальше идем. Вы получаете уже отпуск два раза в год. На два лица. На золотую конференцию ездите. И еще на бриллиантовую конференцию. Тоже на два лица. Конференции два раза в год. Вот бриллиантовая конференция, это уже круто. Потому что в этом году, например, бриллиантовая конференция была, подскажите где? В этом году это 2019 год. Это была Австралия. Япония была в прошлом году, Токио. В этом году, в январе, это был Сидней, Австралия. В следующем году где будет? Лос-Анджелес, Соединенные Штаты. А через год? Киптаун ЮАР. Крутяцко. Полностью оплачено за счет компании Арифлейм. И это еще не все. Прозвучала уже здесь, да? Автопрограмма. Арифлейм финансирует покупку автомобиля стоимостью 2 миллиона 400 тысяч. Например, год назад было финансирование автомобиля стоимостью 1 миллион 950 тысяч. А сейчас 2 миллиона 400. Круто. Кого мотивируют автомобили? Вот уже прикидывайте за 2 миллиона 400 автомобиль по автопрограмме. Любой. Вот я вам могу сказать, что вот это не вся карьерная лестница компании Арифлейм. Вот здесь видео уже с более полной карьерной лестницей, да? С описанием всех остальных статусов, званий, бонусов, вознаграждений. Что еще хочу отметить? Вот это, наверное, был последний жетон принятия моего решения прийти в этот бизнес. Любая ступень карьерной лестницы, которую вы достигаете, передается по наследству. Любая ступень карьерной лестницы, которую вы достигаете, передается по наследству. Ребята, я когда узнал об этом, это юридически, официально, я, вы понимаете, у меня в голове все перевернулось, по-хорошему перевернулось. Потому что я понял одну вещь. Если меня вдруг не станет, а мы все под Богом ходим, моей жене не придется искать какого-то мужика, чтобы он ее, ну, понятная идея, поддерживал, содержал. Моему сыну не надо будет напрягаться и еще что-то думать. Понимаете, в чем дело? Вот есть такое выражение, береженного Бог бережет. Слышали такое? Ребята, понимаете, в чем дело? Вот это я называю лучшая страховка. Когда мне звонят страховые агенты, я всегда соглашаюсь с ними на встречу. Знаете почему? Я когда с ними встречаюсь, я говорю, давайте так договоримся. Сколько минут вам нужно будет рассказать, ну, про вашу программу? Она говорит, 30 минут. Я говорю, хорошо, я 30 минут вас внимательно слушаю, не перебиваю. Потом мне тоже будет кое-что вам рассказать. И вы, давайте, мне даете обещание, что вы меня тоже послушаете, не перебивая меня. Я соглашусь только на этих условиях. Страховой агент мне говорит, окей, я согласен. Я говорю, договорились. 30 минут, я внимательно вас слушаю. Она мне рассказывает, рассказывает. Последний вопрос, который я всегда задаю, звучит так. Я говорю, скажите, пожалуйста, если вдруг меня не станет, сколько раз получат мои родственники выплаты в случае страхового, ну, случая? Сколько раз? Один раз. Я говорю, правильно понял? Она говорит, да, один раз. Она даже неудуменно всегда говорит, ну, они говорят мне. Я говорю, хотите, я вам покажу один страховой продукт в результате, не дай бог, страхового случая, в этом случае вам будут деньги платить многократно. Она говорит, такого не может быть. Я говорю, согласен. Пока не знаете информацию, может быть такое мнение. Помните, мы договаривались, следующие 30 минут мои, теперь вы меня не перебивайте и слушайте. Я ей что рассказываю? Лестницей. Вот про это. Потому что дойдя до любой ступени карьерной лестницы, ты можешь это передать по наследству. И это не просто красивые слова. Вот посмотрите, например, здесь видео про ребят, про парней, молодых ребят. Кому-то из них 18 лет, кому-то из 20 лет. То есть они получили этот бизнес уже здесь, в России, по наследству от своих родителей. Потому что Арифлэйм в России с 96-го года. И уже я знаю десятки семей, родителей, которые передали бизнес не только своим детям, а еще и своим внукам. Скажите, кого это мотивирует? Понимаете, в чем дело? А я сейчас жесткий вопрос задам. Вот сидящим здесь, я осознанно это сделаю. Потому что я знаю, что здесь сидят люди, у кого есть дети, а у кого даже трое. Скажите, девочки, а если вас не станет сейчас, на кого останутся ваши трое детей? Мама уже. Да? Уверены? Просто я знаю этих девочек. Понимаете, в чем дело? Вот вы поняли? Я на больную мозоль сейчас давлю. А потому что у вас пока нет бизнеса, который в случае чего поддержит ваших троих детей. Понятная идея? Какая еще нафиг нужна мотивация, если у тебя есть один, два или трое детей? Вы поняли, о чем речь? Я уже не говорю, у кого больше. А потому что если вы создали бизнес, вы можете спать уверенно, вы можете жить уверенно. Понятная идея? Потому что очень многие люди думают не о том, как создавать бизнес-системы, а о том, как заработать деньги только здесь, сегодня и сейчас. А потом, когда, не дай бог, что-то происходит, они начинают суетиться, они начинают там еще что-то, блин. Я понятно объясняю? О деньгах надо думать когда? О будущем надо думать когда? Уже сейчас. Уже сейчас, когда и так все хорошо. Поняли идею? А не тогда, когда сжаренный петух куда-нибудь клюнет. Идея понятна? Пускай в вашей жизни будет все хорошо. Я сейчас не о плохом. Пускай все будет хорошо. Пусть вы будете бессмертными. Но еще раз хочу сказать. Мама не бессмертна. Я скажу по-другому. В свое время моя мама сказала Наташе, моей жене. Она сказала, Наташенька, пожалуйста, работайте быстрее, пока молодые, и зарабатывайте большие деньги. И дальше она добавляла, вы должны путешествовать, повидать весь мир, особенно когда молодые. Потому что бикини на молодом теле смотрится лучше, чем на теле 60-летней бабушки. Классная фраза. Но вы поняли, это не про бикини разговор был. Этим бизнесом заняться можно в любом возрасте. Но, ребята, ну зачем затягивать, если можно бриллиантовым стать когда? Сейчас. Сейчас. Скажите, появятся в Арифлэйм бриллиантовые директора в этом году новые? Да. Появятся. А в 2020? А в 2021? Вопрос не встает, появятся они или нет. Они появятся. Вопрос другой. Кто? Каких будут имена? Понимаете, в чем дело? По-любому будут новые бриллиантовые директора. По-любому будут новые директора, золотые, сапфировые, бриллиантовые. Просто вопрос, кто это будет? Понятная идея? Так что, скажите, пожалуйста, еще раз я задам этот вопрос. Как вы считаете, сколько ваших знакомых знают об этом? Покажите на пальцах рук. Вот это все полностью. Сколько? Вопрос второй. Кто им об этом расскажет? Не обольщайтесь, ребят. Вот это, может быть, видео попадет к вашим знакомым. И они зарегистрируются не к вам. Потому что вот в этом видео будут мои телефоны. Под этим видео мои контакты. Поэтому, ребят, кто будет смотреть это видео, внизу контакты. Смело пишите сейчас. И мы с вами вместе будем зарабатывать вот эти бонусы. Хорошо? Поэтому третий вопрос задам. Кто раньше пригласит ваших знакомых? Вы, я или кто-то другой? Понятно объясняю? Ваших знакомых кто-то рано или поздно позовет. Единственная причина, почему многие еще пока не в этом бизнесе, они не знают всех этих возможностей. И придут они к тем, кто им это расскажет. Рассказать тоже можно по-разному. Рассказать можно с выражением лица, что сам не веришь. А рассказать можно с выражением лица вдохновленным. Понятная идея? Так что вот так вот. Вопросы? Понятно объяснил? Интересная идея. Скажите, где себя здесь увидели? Для начала, на какой ступеньке? Первый, потом шестой. Первая это какая здесь? Деревья, вот один. А, один директор. Старший директор, а потом? Потом сразу на шею. Бриллиантовый директор. Хорошо. Кто здесь, где еще себя увидел? Или я даже не нарисовал еще здесь? Потому что есть другие ступеньки, я знаю. Многие знают, что есть другие ступеньки. Бриллиантовый директор. Самое главное пожелание сейчас вам следующее. Смотрите. Есть четкая система, как нужно развивать этот бизнес. Мы сейчас поговорим об этой системе. Хорошо? Те, кто смотрит это видео, я помню обещание свое, дать ответ на вопрос, а что будет, если все займутся этим бизнесом? Бывает такое? Вы знаете, когда мне говорят, а что будет, если все будут? И чего вы хотите сказать, что вся Россия может заняться этим бизнесом? А кто будет врачом? Кто будет учителем? Кто будет водителем? Кто будет инженером? Кто будет продавцами? Ребята, смотрите. Все люди могут заниматься этим бизнесом. Потому что на первом этапе вы не обязаны и не должны бросать свои работы. Ты можешь быть врачом и параллельно развивать это дело. Ты можешь быть учителем и параллельно развивать это дело. Ты можешь быть водителем и параллельно развивать это дело. Просто в определенный момент, когда твой доход здесь будет больше, чем доход на твоей работе, ты уже можешь подумать, а надо ли тебе на эту наймовую работу ходить. А может быть, ты будешь ходить, как Лидия Казинец, например. Пример женщины, которая меня очень вдохновила. Она преподаватель архитектурной Екатеринбургской архитектурной академии. И она, будучи бриллиантовым директором, ездила на работу на крутом внедорожнике и преподавала в архитектурной академии. И она шутя говорила, зарплаты преподавателя хватало, чтобы заправлять мой, ну, обслуживать мой внедорожник. И она говорит, я единственная, кто не брала взяток, потому что мне их брать не надо. Понятная идея? А почему она ходила на работу? А потому что она ее на самом деле любила. Поняли идею? Так что, ребята, вы можете быть всю жизнь учителем, но при этом быть бриллиантом. Скажите, кому нравится такой сценарий? Но очень часто бывает, что наймовая работа приносит только моральное удовольствие, но не финансовое, не денежное. Совершенно верно. Ответил на этот вопрос? Бывают еще такие вопросы. У меня нет времени, как быть? Где найти время? Бывает такой вопрос? Бывает такой вопрос. По поводу времени я всегда говорю следующее. Смотрите, у всех 24 часа в сотках, поэтому несколько рекомендаций. Первая рекомендация. Вы дерните розетку телевизора и телевизор на балкон, либо в гараж, либо на дачу. Вы удивитесь, какая тишина возникнет. И у вас возникнет вопрос, что делать? Я вам уже показал первый вариант, да, как освободить время. Другой момент, запомните. В этом бизнесе нам не платят за потраченное время. В этом бизнесе нам платят за созданный результат. Я хочу, чтобы вы посмотрели глубже здесь. Смотрите, если вы в команду пригласили 3 человека, то в ваших сутках стало не 24 часа, а 24 часа, помноженное на 3. Поняли идею? Поэтому вот посмотрите с такой позиции. Вы правильно задали вопрос, у меня нет времени, да, а как я найду еще время на это? Вы должны понимать, еще раз хочу отметить, нам здесь не платят за обмен времени на деньги. Нам здесь платят за созданный результат. А результат мы создаем не в одиночку, а с кем? С командой. Вот обратите внимание на это. Какие еще бывают вопросы задают? Задают такой вопрос. У нас особенный регион. Ребята, я поездил по всей России. И не только, везде особенные регионы, поверьте. Когда я в Москве живу, там особенный регион. Особенный? Конечно. Москвичи считают особенный регион. Чебоксары? Конечно. В Кирове мне вообще говорили, йододефицитный регион. Поняли идею, да? В Дагестане? Тоже особый менталитет. Понятная идея? Скажите, пожалуйста, во всех особенных регионах есть люди, лентяи, лоботрясы, которые ничего не делают. В любых регионах есть люди с активной жизненной позицией, которые всегда стремятся к лучшему. Поэтому я говорю, не важно, какой у тебя регион. В любом регионе есть и те, и другие. Поэтому, ребята, я ищу людей, которым не безразлично настоящее и будущее, свое и своей семьи. Вот это самое главное. Бывает еще один такой вопрос, да? То есть я там не пользовалась Reflame, там, или иногда мне говорят, там, я не крашусь, там. Я шучу в этом случае. Я говорю, я тоже не крашусь. И надеюсь, не буду. Вот. Ну, или там говорят, у меня аллергия. Я говорю, знаете, в Reflame около 2000 номинований продукции. Там можно выбрать для себя либо парфюмерию, либо уход за лицом, либо продукты здорового питания. Про аллергию вообще шутю, говорю. Вы знаете, есть расчески. Надеюсь, на расческе у вас не будет аллергии. Вы понимаете, там есть бижутерия, там есть аксессуары, на которые точно у вас не будет аллергии. Давайте мы сделаем так. Вы подберете ту продукцию, на которую у вас точно не будет никакой аллергии. Понятная идея? Там же не надо все 2000 номинований продукции. Я тоже помадами не пользуюсь, тушей не пользуюсь. Понятная идея? Но я выбрал как мужчина для себя туалетные воды, зубные пасты мне очень нравятся, продукты здорового питания, витамины мне здесь нравятся, крема по уходу за лицом мне здесь нравятся. Понятно, да? Я не бреюсь даже, заметьте, да? Но есть определенный ассортимент, который я выбрал для себя. И вы можете тоже его подобрать. Какие еще вопросы бывают? Это не мое. Это не мое. Я говорю, конечно, конечно, конечно. Первая мысль может быть, что это не мое. Почему? Ну, потому что все новое всегда вызывает легкие волнения, страх даже, я скажу. Скажите, пожалуйста, когда вы шли на первое свидание, кто волновался, переживал? Было такое? Вспоминаете? Когда вы шли первый раз на работу, было волнение? Да. Предприниматели, когда первый раз на логовую шли, были волнения? Да. Понятная идея? То есть поймите, когда вы начинаете какое-то новое дело, всегда есть волнение. И поэтому мы иногда говорим, это не мое. Понимаете, вы никогда не можете понять. Как мне понять, сломается или не сломается? И снова, пока не сломаешь. Ну, пока я не приложу какие-то действия, усилия. Понимаете? Как вы можете понять, ваше это или не ваше, пока вы не сделаете какие-то действия? Я вам предлагаю пошаговую систему, как это делать. Как пошагово работает этот бизнес? И это уже будет следующим материалом. Хорошо? Вы увидели сейчас все портфолио возможностей компании Reflame. Уверен, что вы изучили, посмотрели вот эти вот видео. И в завершение скажу следующее. Главное начать. С чего начать? Первое. Мы делаем с вами официальную регистрацию. После регистрации вы получите доступ к нашим обучающим материалам. Мы вас добавим во все командные чаты. И мы лично возьмем вас на свое личное сопровождение. Все, что мы умеем. Все, весь свой опыт мы передадим вам. Плюс вы к этому добавите свой жизненный опыт. И ваши результаты будут намного круче, чем наши. Здесь видео в описании. Все наши контакты. Мы на связи. Продолжение следует.